Привет, зрители! Мне кажется, что я уже неделю как с лишним разобрала заказ Сазона и Вайтбереста, у меня руки все никак не заходят. Их обозреть я решила, что пусть это будет два в одном. Пополнится плейлист этого самого «Еды и бытовуки». Смотри, что это? Это Сазон. Кажется, 137 рублей стоили. Четыре рулончика «Зевы». Вроде двухслойная, сейчас вообще узнаю. Я поняла, что бумажные салфетки не настолько экономичные и удобные, как бумажные полотенца. И потому решила, что надо бы мне заказать бумажные полотенца, потому что у нас как-то с этим проблема. Я очень долго не могла найти бумажные полотенца именно у нас в «Магните». Допустим, я купила тогда «Магнитовскую» эту мою цену или что-то в этом роде за 70 рублей. Ну, 69-99 за 70 рублей. Короче говоря, два рулончика. Вот второй у меня сейчас в использовании. И они очень редко бывают. Я решила, что, ну, может, как-то это мне заказать. На Вайтберест там или на Озон. И в итоге заказала. Да. Вот сейчас они стоят 119 рублей. Вообще обалдеть. А я покупала. Ну-ка, где он у меня тут заказ-то? В общем, 137 рублей они стоили. Ну-ка, вернись сюда. Даже нет, 135 рублей они стоили. Они стоили 135 рублей. Я их на этой самой, как бы, проверила так вот, скрыла чисто, глянусь. Вдруг не то. Одна-вторая листа. Я так поняла, что, ну, вот, отбычный лист, а тут можно оторвать даже половинку листа. Перерабатываемая упаковка. Экономичная упаковка. Четыре рулончика. Историчного волокна. Меньший расход. Хорошо впитывает. Где-нибудь написано, какое оно тут, ну, слоёв-то сколько. А вот тут двухслойная она. Да. В общем, вот, бумажное полотенце Зева. 135 рублей. Кошка у меня забралась. Я вот сейчас прям даже покажу это. Думаю, куда-то она тут делась. А вот здесь у меня кошка. Ой. Это у меня свайдберрис. Я иногда делаю тупасту из семечек подсолнечника. Но большей части делаю халву из семечек подсолнечника. Подсолнечных семечек. Подсолнечных. А семена подсолнечника килограмм. Оно запаковано в пакетик. А внутри ещё в упаковочке. Семена подсолнечника очищенные. Девять месяцев живут. Просто здорово. Просто здорово. Я когда-то первый раз в жизни покупала большущий пакет килограммовый семян чия. Ну, нормально такая-то. Оно у меня, по-моему, даже в закладках на ладьбе сидит. Я сейчас найду артикул. Потом в инфобоксе ещё зачитаю его. Я даже не помню, почём оно. Ну, пока у меня тут грузится. Я достану ещё что-нибудь. Это всё у меня в пакете есть под этого озона. Тут у меня тоже ещё от озона. Точнее, с этого. Вот, 208 рублей семена подсолнечника. Сейчас они 217. Так, артикул. 8-9-8-6-6-5-8. И потом в инфобоксе ещё напишу. Так-с. Я достала вот тут ещё миндаль полкило. Его тоже на Вайтберис куплен. У неё он был. Миндаль-то где? Миндаль. 306 рублей за полкило был. Вот. Тоже в пакетике. Внутри ещё пакетик. Миндаль. 100% миндаль. Ашунац или что-то? Или Ашнац. Ну, короче, что-то такое. Миндаль. 12 месяцев срок годности. 25 ноября он создан. Да, Ашнац. Страна происхождения. Китай. Китай. Некоторых в комментах папа болит, что он Китай. А как, в принципе, нравится. Китай на Китай. Потому что, конечно, он и в России бывает растёт. Китай. В смысле, миндаль как раз загрузился. Сейчас он уже 357 рублей. Дороже. На 51 рубль целый. Артикул. 4, 9, 3, 3, 5, 5, 46. Тоже потом в инфазу закинул. Так. Тут уже один пакетик завязанный. Ну, что-то так получилось, что мне надо было чайник промыть лимонной кислотой. Лимонной кислоты нет. И в магнике что-то её внезапно нет. Я зашла на Озоны. Там 89 рублей стоили 200 грамм. 4 пакетика по 50 грамм. Сейчас я даже уточню. Такое ли оно. Но так как на Озоне минимальный заказ это как бы 99 рублей, то надо было что-то мне ещё докупить. 89 рублей ровно. 200 грамм. И я купила пару пакетиков дрожжей по 10 рублей штучка. Фирмы, у которой я как-то покупала какие-то специи, они были вполне нормальные. Но и дрожжи там. Только дрожжи без всякой хренотени. В общем, вот. Сейчас я тут где-то вскрыто. У меня было даже. Сейчас я достану этот пакетик. Оно гранулами. Вот в чайник нормально досыпать. А вот в еду, наверное, надо будет как-то геморриться. В общем, оно гранулами. Флоды лимонов в Европу принёс из похода в Индию Александр Македонский. Вау! Люблю македонского. Их стали называть индийские яблоки. И в те времена они были вполне сладкими. Интересно, что это за сорт лимона такой сладкий? Или у них это... Ну, я не знаю. Вот моя мама могла слопать лимон целиком без никто. Я тоже иногда так могу. Ну, не полноценный лимон. Но могу кусочек лимона слопать без всякого этого сахара. Царская приправа. Я скажу, какая. Галерея вкусов. Мне кажется, к галерею вкусов я розмарин и чеснок прикола ради покупала в Ашане. 8 декабря созданы и 8 декабря перестанет жить. Хотя я тут как-то что-то делала на дрожжах, которые, ну, просрочились месяца на 3. Ничего так были. Я просто их залила. Во-первых, я поняла, что надо заливать водой температурой не менее 40 градусов. Тогда действительно они взойдут. Они как пишут на рецептах. Пригахните их в сухое тесто. Замешайте. И думаю, что же оно у меня как каменное-то. И не взрастает даже у печки или там еще где-нибудь или у батареи. А это просто вот рецепты, не знаю, кто левой пяткой пишет. Выбери свой вкус. Тут составит у подручки, без никто. 10 рублей пакетик. Я тут еще на Вейдбейс купила проводок, потому что мне неделю с лишним назад пообещали на временное пользование под раздачу интернета свой старенький Самсунг. Но все никак не дойдет он до меня. По отзывам это хорошая штука была. Он там как бы с проводками напряг, а у Самсунга дырочка слегка другая. Спасибо за вашу покупку тут написано. Не как у Куаве, допустим, кошка, не шизей. Обезьянку скинула. Ну не жопа я, а скинула обезьянку. Алиса, ты вообще. Сейчас я скажу, если может кому-то надо. По-моему, что-то он так это меньше 200 рублей стоил. Этот проводок. Проводок ты где? 163 рубля. Товар не доставляется в ваш регион. Усю, но есть такой же только черный проводок. Но я на всякий случай оставлю артикул в инфобоксе, когда он там загрузится. Ну, в смысле вообще, когда видео заливать буду, думаю, он к тому времени уже загрузится. А еще я купила те самые перчатки, про которые я говорила, кажется, в каком-то стриме. 115 рублей 3 штучки. Обычные перчатки. Размер и цель. Проверяйте целостность сложения. Ну, я, конечно, не проверяла целостность сложения. Я их уже тут проверю. Да, вот я что-то взяла и не проверила. Но, судя по пакетику, тут, по-моему, как раз все как надо. А, что тут еще? А, основное-то. Желатинчик. Молекулярное блюдо. Попробуй незабываемое. Желатин. 250 грамм. 15 декабря созданный. Алиса, не надо жрать стол. Ну, вообще, кошка. Я не знаю, как ее показать. Кошка. Хулиганка. Я думаю, это было слышно, как она тут грызла. Растворим в воде. Образует желе. Желатин, вещество из коллагена. Изготовлено России. Сколько оно живет-то, блин? Где-то ведь там было написано, что год. Да, год живет. Вот, год живет. Служба заботы. Даже можно позвонить в эту службу заботы. В общем, вот такая баночка. 250 грамм. Наклейка сазона. Сейчас я вспомню, сколько она стоила. У меня просто закончился желатин. А я что-то так подумала, может, выгоднее купить баночку полноценную эту, желатиновую. И реально так и есть. Желатин. Сейчас он стоит 349 рублей. Так, покажись мне. А мне он обошелся за 300... Я его покупала за 334 рубля. Вот. Вот такой у меня обзор. Номер проводка что-то пока не загрузился. Я его постараюсь добавить в инфобоксе. Так же, как и артикулы других товаров. Если вдруг кто-то что-то такое юзал, допустим, что-то от этой фирмы или сам желатин. Дайте знать в комменты. Ну и... А, перчатки тоже я не сказала, артикул. Но я его тоже оставлю в инфобоксе. Ну, та цена, которая у нас сейчас на перчатке в магните, и которая вот здесь, вот, 115 на 3 разделите, оно намного выгоднее. В два раза дешевле получается одна парочка перчаточек, чем в магните. У нас вот такие перчатки в магните стоили раньше около 40 рублей. Сейчас 70. Вообще жидко. Всем спасибо за просмотр. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.